Добрый день, друзья, с вами Изидыч, и вот он, топ-контент подъехал с топ-монтажом и топ-моментами из боёв. Ну, ладно, ладно, я всё-таки не ЧСВ-шный человек, так что давайте просто поговорим о МХ-50 Фош, машина, которая дала мне реально релаксировать. А я хочу сказать, что очень непросто пилить контент с отпуска, так что, друзья, поддержите, пожалуйста, данное видео своим царским лайком, буду очень признателен. На этом агрегате, должен вам сказать, можно нагнуть не только на ПК, но и на ноутбуке, там на планшете, что уж говорить, там на мобилке можно нагнуть. Настолько она простая в управлении, и всё благодаря своим сверхвысоким возможностям. Потому что это всё-таки француз, новая машина, да ещё и БР-7.3 и впаяли. И я вообще считаю, что это самая, наверное, лучшая машина из топа, которая есть у французов. Ни какой-нибудь там 1390 с хотами, ни какие-нибудь там это АМХ-50Б2, или же тем более АМХ-50 Сюрбесе, вот этот самый. Хотя вроде как ему пофиксили тот баг, о котором я единственный, кто, кстати, рассказал. Ну и, в принципе, он стал тоже интересным, но не суть. В общем, сегодня АМХ-50 Фош, машина, которая шьёт в лоб даже Т-95, бедолага-американец. И я, пожалуй, выбрал самый издевательский способ, чтобы его уничтожить, отстреливая постоянно пересаживающегося нового члена экипажа. Но не суть. Дальше эта машина прёт как танк быстрая, не такая быстрая, как С.А. Лоррейн. Тем не менее, друзья, как видите, она может очень быстро поводить своим дрыном по губам противника, просто выстрелить на ходу и дальше думать, какие же мне фраги ещё сделать, в каком положении мне произвести свой нагиб. Это очень и очень хорошая самоходка, друзья. Про положение нагиба я не просто так сказал. Дело в том, что она очень быстро может среагировать на какие-то изменения вокруг себя. То есть, это не то, что там Ягдтигр, надо повернуть влево, а не-не-не-не, надо повернуть вправо. И это происходит очень долгий промежуток времени. Здесь всё достаточно быстро и комфортно. Она очень шустрая, хотя утяжелённые по сравнению с С.А. Лоррейном, понятное дело, всё-таки завезли брони. Бронька здесь реально хорошо чувствуется. Она здесь лишь в одном месте, но в самом главном и необходимом под высоким наклоном брони. Это, конечно же, вот как раз передняя часть самоходки, она отлично защищена. И чаще меня уничтожали, если всё-таки уничтожали прибор наблюдения, который находится вверху слева. Но это, правда, был каморный снаряд. Но это дело случая. Давайте лучше посмотрим на пушку 120-мм СА-46, у которой бронепробитие снарядами сплошенными 302 мм на расстоянии 100 метров. Для БР-7.3 этого вполне достаточно. А если ещё вспомнить, что в данном патче 1.75 сплошные дамажат практически как каморные, тогда вопросы о эффективности должны вообще отпадать. Ну а если уж высасывать из пальца и хотя бы какие-то искать минусы, потому что машина в основном состоит из плюсов, конечно минусы искать проще. Так вот, единственное к чему хоть как-то получается придраться, это скорость перезарядки, которая с АСами равняется 14.9 секундам. То есть, ну да, никаких автоматов заряжания не завезли. Но опять же, только вдумайтесь, какие вообще машины могут быть на БР-7.3 с перезарядкой 14.9 секунды. До сих пор вон советские машины катаются на БР-7.7 и стреляют каморными снарядами раз в 28 секунды. Что уж говорить про этот АМХ. Можно, конечно же, еще и Маус вспомнить. В общем, вы поняли. Вы, между прочим, помните, что я не очень люблю самоходки, именно потому, что у них отсутствуют башни. Это я говорю на тот случай, если появятся такие же негативщики касаемо самоходок, которые скажут, вот, башни нет, техника ограничена. Так вот, на данной самоходке не чувствуешь ущербности из-за отсутствия башни. От слова совсем. Единственная ситуация, когда именно на фоше, это действительно хреново, когда противник подходит к вам в упор в борт. Но вдумайтесь, парни, даже башенному танку будет кранты, если кто-то подойдет к нему в борт. Здесь же игра про ваншоты, здесь нет полосочки хп. Никто не прощает такие проступки. Кто-то вышел к вам в борт. Все, давай пока, отправляемся в ангар. Или же как-то так. Ну, друзья, самое интересное будет сейчас. Линия Можино. Но только посмотрите, что творит эта машина. Что она вытворяет. Как летят эти снаряды, я не понимаю. То есть, вспомните, да, вот советские танки как стреляют. Это же какие-нибудь там ягдтигры. Они начинают там крутить, как с катапульта. Надо рассчитать баллистику. Надо понять, как будет лететь снаряд. Здесь же практически по прямой летит. Такое ощущение, будто я стреляю не сплошными, а подкалиберами оперенными. Тут не надо сидеть с линейкой или там каким-нибудь циркулем выцеливая, вычерчивая, как такой-нибудь фугасницы. Например, как вот на каморных снарядах, да, вот в советских тяжелых пушках. Начинаешь там прикидывать, брать серьезное такое упреждение прицела вверх. Посмотрите, как здесь я целюсь. Посмотрите, я не знаю, зачем разрабы такое сделали. Неужели исторические снаряды с таким весом действительно так летели? Я напомню, вес снаряда 23 килограмма. А он летит по прямой, как какой-то подкалибер. В общем, парни, я не знаю, как логически все это объяснить. Просто вот кто разбирается, пишите в комментариях. Я это все почитаю, другие ребята почитают. В целом ситуацию обсудим, это будет любопытно. Но вот на этой карте, я не знаю, это избиение. Такое избиение, тут фрагов будет дохренища. Просто начинайте считать. Можете вот как бы чуть-чуть перемотать этот бой, линию Можино, и посчитать, сколько фрагов в целом получилось за эту карту. Вы будете шокированы. Ну, может быть, не все из вас, тем не менее. На самом деле, это было и так понятно, что где-нибудь, да, и выпрут немножечко французов вперед, то есть, чтобы действительно чувствовало, что нация нагибает. А иначе никто бы не донатил, никто бы не качал эту нацию, ничего бы с ней не делали. То есть, здесь, опять же, говорит опыт прошлых, наверное, веток, которые вводили улитки. Да не только улитки, в других проектах, как это было. Обязательно кто-то должен тотально нагибать. И АМХ-50 ФОЖ это наглядный пример тому, что делают ребята, чтобы сделать нацию, скажем так, крайне интересной. Кстати, пока я толкаю свой монолог, зацените, сколько снарядов съест этот чертов леопард. Так вот, без всякого пафоса и шуток скажу, что АМХ-50 ФОЖ это самое главное, самое важное, что есть во французской ветке. Не АМХ-50 Б2 или АМХ-13-90 ход, который очень нестабильный, сегодня он нагнет, завтра он нас, ну вы поняли. То есть, очень непонятный АМХ-50 Сюрбосей и так далее. Вот, АМХ-50 ФОЖ, вот можете докачать его и перекреститься. Мол, вы открыли самый главный нагибучий танк, хотите дальше качать эти топы, хотите останавливайтесь на ФОЖ. Это не самый главный вопрос. Главный вопрос в другом, изменится ли ФОЖ в будущем? Будут ли его как-то нерфить или же оставят таким, потому что вот люди сейчас будут его выкачивать, а потом разрабы посмотрят статистику сервера. Ну ни хрена себе, мы им бубили, давай-ка что-нибудь замутим, давай его на 8-0. Что-нибудь такое, не дай бог, друзья, потому что, ну опять же, это будет очень обидно. Пока что это чудовищный, как бы, танк, самоходка, это самая лучшая самоходка на своих БРах без вариантов. Но, повторюсь, самый главный вопрос, будут ли что-то с ним делать? Хочется каких-то гарантий, а в нашем проекте, как вы знаете, никаких гарантий не бывает. Сегодня ИС-6 на БР 7.0, завтра на 7.3, и все во славу баланса. Вот придут разрабы с манускриптом, раскроют его на форуме, там бац, пацаны, новая правка, и не будет АМХ 50 нагибать. Ну, опять же, друзья, это не точно. Так что, если вам понравился данный ролик, не забудьте подержать его пальцы вверх, и за честность, и за монтаж, и вообще за нагиб, и за топ-контент, короче. Подставляйте свои лайки, и увидимся в ближайших видосах, я думаю, постараюсь сделать для вас что-нибудь интересное. Все, ребят, всего самого лучшего, отличного настроения, и увидимся в ближайших видосах. Ах да, если что-нибудь хотите там задонатить, все-таки какая-то у вас непонятная любовь к донату, тогда хотя бы делайте это по ссылочке в описании под видео, чтобы я тоже копеечку получил, а вы получили скидку. Все, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok